Продолжаем. Наши три пиратки остаются стоять в луже. Непонятно зачем. Неизвестно на кой. Что-то они как-то... Волшебный Нексус. Удивительно. Может я еще конечно во Ускане какое-то задание с ними получено. Вообще-то странно. Очень странно. Но просто, понимаете, я же... Так, а где выход? Кажется, я не туда пошел. По-моему, я раньше срока сюда залез. Мне так кажется. Оказалось. О! Ужасные Волки. 11 лвл. Нормально, карту открой. Так, а вот и собственно порт руины. А вот и порт пласт. Бумс. Никак я на нее добраться не могу. Ха-ха. Мне прям какой-то агрессии не хватает. Серьезно. Вот у меня сейчас уже более или менее такой танк адекватный получается. Который прям именно на себя всех стягивает. Но ему прям реально не хватает какой-то массовой агрессии. чтобы они прям именно на него стягивались. Потому что на каждую насмешку кастовать. Это такое себе... Какой-то аура что ли, я не знаю. Чего-то этакого. Такого этакого. Так, порт ласт у нас есть. В порт ласте есть задание. Так, дневник. Финия сблизок, ага. Сосани. Доверие. Узнали, какое... Ага. Вести о том? Что? Ой, не мог звучать. Ага. Подожди. Поручили им здесь о том, что торговля с оккупированным городом Порт Ласк на севере прекратилась. Ветра не могут завершить... Не могут заключить в той же водной торговой совершеннице на эволюторах. А потому они попросили вас разобраться с проблемами, мешающими торговлей. Но таким образом, чтобы власти в порту вас социализовали с лусканцами. Я не люблю лусканцев. Здрасте. Да, стоите. Ну, лусканцы, говоришь, да? Ой. Отшельника Малорита. О, фантом. Хорошо. Пойдет. Двенадцатый лавл. Это хорошо. А может, что-то сначала с Порт Ластом разберемся, а? Ой, а что это у вас так мало? Разорвали. Эй. Тапочку подними. Встал туков. Да. Фантомы, конечно, двенадцатый лавл. А! А, я за них все же ничего не получаю. Так, интересно. Хотя, они вроде как зеленые. Забавно. Вообще-то странновато немного. Ну, да хрен с ним. Ладно. Странновато, так странновато. Да-да-давай-давай. Малых, блин. Трое всего. Мне пригодят ему. А! Caesar! А! 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 Угу. А! Да ладно, с них ещё ничего не выпало, что ли? Какая-то фигня. Три кислоты. Вот, пожалуйста, фантом. Он, видите, против физических атак уклоняется, а всяким кислотам на него действует. Полезная вещичка это кислота. Так, давайте-ка, знаете, чё? Конечно, круто, что мы тут так... Какого-то отшельника нашли. Ну, давайте-ка мы сначала в город заглянем, а? Ну, нафиг. Всё-таки припёрлись, а потом вот это вот всё исследуем, всю эту территорию. Не, банда тролля идёт нафиг, без разговоров. Порт Ласт оккупирован в Лоскан. Чё, охренели, что ли, блин? Разорву сейчас клочья всех, нахрен. Я им сейчас такую оккупацию устрою, блин. Оккупацию, оккупацию. Мы шли к городу Порт Ласт. Даже далека заметно, как постарал город во время войны. Видно, сажены дома, просто и сарай в незасеянные поля. Да. Давно раньше ты был не особо здоров. Так, у меня здесь полная жопа, да? Ту-ту-ту-ту-ту. Хей! Лажа. Лусканский кто? Солдат. Па-ичь. Росток кузница. Нормально. Помните, тут мушки жужжали. Слышь? Интересно. Не знаю, почему мы тратим время в этом крошечном городке, когда Новорвентер совершенно открыт. Нам нужно идти на ютку и начинать охоту. Да хрен вас знает, что вы тратите время в этом городке. Новорвентер, вы не сунетесь по одной простой причине. Он нужен нам. Не советую лезть на Новорвентер, ребята. Ой, не советую. Если тебе нужны припасы, то у Па-ичьи есть все, что нужно. Ты что, единственный торгует в городе? Ну, сейчас, да. Не слушай этих нытиков в городе. Скоро полкласса снова станет процветающим. При смене власти всегда возникает проблема, однако в долгосрочной перспективе лусканцы это то, что нам нужно. Хайромас неопытный правитель, и под его руководством город загнивал. А кто только Хайромас? Хайромас был правителем Порт-Ласта. Теперь, когда сюда пришел лусканцы, он сидит под арестом в гарнизоне. Они вообще не решили, что с ним делать. Интересное кино. Так, хрень. Стрела плюс три. О, это хорошо. Так, зель исцеления серьезных ран. Но их, судя по всему, мало, да? Ясно. Не торгуются, а какашка. Так. А вот... Вот эти вещи я куплю. Птичка плюс три. Тебе птички нужны? Плюс три. Плюс один. Птички синий нужны. Что за камень Плута? Самоцвет. Камень Плута рожженный. Переливающий самоцвет. Солнечных лучах его окраска все время меняется. Камни Плута встречаются исключительно редко. Возможно, они бывают магическими свойствами. В одном месторождении самоцветов всегда бывает только один камень Плута. Некоторые примитивные народы верят, что эти камни души драконов или великих героев, и ценят их больше золота. Ну, чёрт с ним. Давай купим. Кличный бриллиант. Тоже какой-то самоцвет. Так, возьмём. Лишним не будет. Так, медический кошелёк. Обсидиан. О, так, вижу. Так, боевая палеца. Боевой топор. Молот. Тёмная сталь. Ага. Девушкинский боевой топор. Двуручный меч. Блинный меч из тёмной стали. Ну, тут всё из тёмной стали. Кажется, мы нашли ещё один редкий. Хотя нет, по-моему, тёмная сталь у нас же была. Большое. Но тут одни. К сожалению, здесь сплошные производятла. То есть нету... А, я просто не покупал слеза короля. Слеза милича. Ясно, это я читал. Тапас. Лоб. Это всё купим на всякий случай. Лишним, как говорится, не будет. Будет запасным. Так. Это нам зачем? Случайно, что ли, купил. Это мы всё на всякий случай приобретём. Вот так. Красота? Красота. Его держат под охраной, да? А что тут у нас ещё есть? Смена власти. Понятно, что гному дать всю дёрдаль. Наши два балбисика интересных. Так, это у нас к всемирной карте. Хорошо. Тут у нас какой-то дом. Постоялый двор. Боевое братство. Окей. Какой-то... Здесь что-то было закрытое. Да, я вижу. Так, на боевом братстве, помню, мне попытались набить рожу в своё время. Это было довольно забавно. А, вот дверь, она закрыта. Здесь у нас... Здесь у нас что? Усканский изольдатон. Тут у нас... Ничего не подсвечивается, да? На кораблях тоже пусто. Пусто ли? Или я не могу на него попасть? Да, похоже, не могу. Жалко. Ну, давайте ещё на всякий случай на пирс прогуляемся. Вдруг нас кто-то утопить попытается. Да, что-то как-то тут грустновато. Порт лазит-то. Я его помню совсем другим. Совсем другим. Так. Нападать на нас никто не спешит. И чир, как обычно, там по своим делам где-то шарахается. Пень тукана. Опа. Девчонки, а чё это вы там? Хе-хе. За сараюшкой сныкались. А чё это вы там делали? Ага. Чирка. Понятие. Мадам, можно нас попросить поучаствовать в процессе? Уж сможешь открыть? Вдруг там что-то интересное. Стоп. Платиновая гордость. А это корабль. Успех невозможен. Ну, возможен, если чатурнуть. Можно, можно, на самом деле. Ладно, я не гордый. Войду так. Так. Обыватель, обыватель. Говорю тебе, это необычный буря. Должно быть, что-то разозлило Амберли. Обыватель, 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 обмыватель. Элмар, полгор. Не наезжу дверь. Так. Кто такой Элмар? Элмар. А я Беликс. Кто в курсе так посмеяться? Купи мне выпивку, ладно, ведь конец света близок. Что тебя беспокоит? Не знакомиться. Могу я чем-то помочь? Островухая бабушка. Ха. Беги отсюда, старушка. Здесь по улицам гуляют мертвецы. Нам уже недолго осталось. Так говорят многие. А что ты имеешь в виду ты? Разве ты ничего не видишь? По ночам улицы выходит нежить. Так что это просто вопрос времени. Думаешь, должно произойти какое-то важное событие? Что именно? Ладно, слушай. Прошлой ночью, когда напала эта нежить, я услышал, что одна из этих тварей разговаривает. Ты можешь в это поверить? Она все повторяла. Последний порт, последний порт. Ерунда, верно? Ан, нет, слушай, сюда. Порт Ласт называется последним портом 10 веков назад. Говорящий зомби? А мне казалось, что они не умеют разговаривать. Клянусь всеми богами и богинями, это правда. Сам не верил. Вот почему я здесь. Но это было адски страшно. Послушай, я должен сказать тебе одну историю. Легенда гласит, что в ту пору при старых правителях последний порт был огромным городом, которым правил один дворянский род. А последнего из этих великих лордов правителей убили жители порт Ласта, и не только лорда, но и всю его родню прирезли. Точно тебе говорю. Знание. Да, он сдал последний порт оркам, надеясь спасти свою семью. Но вы же не узнали об этом и истребили весь его род. Ага, точно. Моя мамаша все говорила, что на порт Ласте ласт все еще лежит проклятие Адриума, и что однажды мир цеплен в город, чтобы отомстить. Но по правде сказать, мамаша любила заложить за воротник, а еще она разговаривала с кошкой. Адриум, это фамилия той семьи? Ну, если легенда не врет. Спасибо за рассказ. Что тебе известно о нападении нежки на порт Ласт? Не знаешь, кое-чем лучше помалкивать. Беги с порт Ласта пока можешь. Паньте, я же собираюсь уничтожить эту нежить, так что давай рассказывай, что знаешь про нее. Ну, это меня и дело, друг мой. Клар, принеси старому мамару еще кружечку. Ладно, слушай, прошлой ночью... Так, я услышал... Ага, было. Горящий зомби. Продолжить, продолжить. Знание, продолжить, продолжить. Спасибо за рассказ. Все, ладно. Так, Фолгор. Сведения. В самом деле, ну, лично мне нужна девушка, которая обожает старых толстых мужчин, но это же не значит, что мне приемно даст найти ее, верно? Ну, не скажи. Дай 10 золотых. Это поможет тебе справиться с нехваткой женского внимания? Толстые мне как-то не очень, но толосеющие старые мужчины, они такие... симпатичные. Ты же с ума сошла? Эх, давайте золотом обойдемся. Дать 10 золотых. Как знать. Что ты хочешь узнать? На улицах не души, что здесь происходит. Если тебе почему-то не удалось это заметить, то знай, портлас захватит лусканцами. Наверное, даже союз владык бросил нас на провел судьбы. Хайромос, наш бывший правитель, сидит по рейсам в своем собственном гарнизоне. Представляешь, сколько здесь солданцев? Тортишек скептически оглядывает вас и понижает голос до шепота. В гарнизоне солдаты и на борту платиновой гордости тоже, не говоря уже о том, что по улицам ходят патрули. Платиновая гордость. Корабль стоит на верфи, на его борту какой-то жрец и целая банда пиратов лусканцев. Старший не пускает никого на пристань, так что никто не знает, сколько их там. Позвольте еще один вопрос. Что-нибудь интересное? Кто-то убил варгов, которые нападали на путешественников на большом тракте. Похоже, это были какие-то храбрецы или безумцы. Не нужна комната. Всего 20 золотых. Нормально. Дешево у вас тут. Обмыватель, обмыватель, обмыватель. Сплошные обмыватели, да? Ночью появляются какие-то мрази. Интересное кино. Как бы ночь, но как бы пофиг, да? Ой, и впрямь. А, ребят, развлекайтесь. Нифига себе тут народишку. А мы что-то получили? Что-то, по-моему, нам эти скелеты до одного места вообще в плане прокачки. Значит, вы утверждаете, что тут есть говорящая нежить, да? А что бы остались с лусканцем? А давайте-ка мы на причал прогуляемся. Здрасте. Я слежу за тобой одно неверное движение, и ты будешь висеть на конце моей алебарды. Слышишь, одно неверное движение, и ты будешь просто висеть на конце. И не факт, что это будет моя алебарда. Тоже мне. Так, лусканский. Ага. Ого. Эхе. Ну, это вообще никак не работает. Извращенец, блин. Одно говорит, неверное движение, и ты будешь висеть на конце. Это вообще я сказал. Извращенец, все равно он. Чувак, если понадобится, мы весь ваш гарнизон к чертовой матери вырежем. Думаешь, это не так? Дай только... Да чтоб тебя. Все двери какие крепкие, блин. Ни одну сломать не получается. Так, ладно. Скелеты это полное фуфло. Так... Септимунт. Рин Шеферт. Лусканский элитный телохранитель. Ничего себе, какая няша, блин. Поняли. Твои не хухры-мухры, это элитный телохранитель. Он хоронит тело элиты. Так. Твои солдаты не могут сидеть здесь вечно. Мы должны найти и уничтожить гнездо нежити. К сожалению, мое решение не изменилось. Если мы дадим тебе солдат, то постепим под угрозу безопасность Порт Ласта. А на это мы пойти не можем. Угу. Септимунт. Вы послушали разговор Рина Шеферда с человеком по имени Септимунт. Похоже, Септимунт озабочен тем, что округе активизировал снежить. А он где? А, он уже исчез, да? Здравствуйте. Добро пожаловать в Порт Ласт. Ты торгуешь, спутник или искатель приключений? Нет, тут решает проблема, особенно если плата подходящая. Точно, тонко подмечено. Я ценю такую оригинальность. Это было правильное решение прийти сюда. Город у нас маленький, но забот хватает. Надеюсь, что ты готов заплатить за решение данных проблем. По приказу капитана Флускана я готов нагреть любого, кто поможет нам. Я готов нагреть любого, кто поможет нам. Это приятно слышать, что я могу для тебя сделать. На прибрежье бушует шторма, а не препятствует доставке подкреплений по морю, не говоря уже о том, что наносит огромный ущерб Таргоуле. Однако еще большую спасность представляет нападение нежити. Знания, а так вот почему-то разговаривал с прорудником смерти. Верно, он каждый день приходит сюда и просит меня принять меры против нежити, но каждый раз я говорю ему одно и то же. Мы не можем подвергать опасности по порт-ласт. Я могу разобраться от нежити. Я с радостью приму любую помощь. Похоже, что нежить всегда приходит с востока. Советую тебе начать поиски там. Еще один вопросик. А с кем? Почему здесь почти никто не торгует? Порт выглядит обезлюдившим. Прошу прощения, у нас было достаточно солдат для освобождения порт-ласт, но чтобы обеспечить безопасность в торговлях, я вам не хватает. А подкреплений из Лоскана все нет. Ты сказал, что вы освободили порт-ласт. У порт-ласт давние и прочные связи с Новорвинтером. Этот союз обошелся нам очень дорого, но привез мало пользы. Как странно, что Лоскан пытается приукрасить свою роль в этом конфликте. А у других военных вы говорили то же самое? Да, у моей стороны репутация агрессора, и нельзя сказать, что незаслуженная. Но это была не агрессия, а освободительная война. Если бы местные жители не хотели, чтобы мы были здесь, они бы оказали нам сопротивление. Верно? Знание любопытное, а в войне с Руфимом ваши правители говорили то же самое? Я не участвовал в том конфликте, но, уверяю тебя, он начался из-за нескольких и весьма разнообразных причин. Ну, это был весьма интересный разговор, но, боюсь, у меня нет времени на политические дискуссии. Если захочешь поговорить со мной о действительно важных делах, я буду здесь, доброго тебе дня. Окей-покей-покей. Ну, ладно. В принципе, чувак нам задание дал. Что-то мне подсказывает, что этот... Чаёк. Что этот Септимунт станет нашим ещё одним товарищем. Вопрос только, где он шляется. Дневник. Рэн Шепард просил вас выяснить, как у меня же нападает на порт Ласта. Он пришел вам чуть поиск востоку от города. Да я, в принципе, знаю, откуда она на вас нападает. Мне интересно, где этот... А, вот он. Что ж ты под дождём-то стоишь, чувак? Ну, иди хотя бы в этот, в бар. Привет! Наше время в порт Ласта редко кто заходит. Не понимаю, почему. Это не очень-то весёлое место. Эта атмосфера всего лишь симптом более опасной болезни. Нежисть нападает на город уже более десяти дней подряд. Я проводник смерти, слуга келем вора, судьи обречённых. Мой долг оберегать чистоту смерти и уничтожать нежисть. Но боюсь, что моих усилий здесь недостаточно. Значит, тебе нужна помощь, надеюсь, награду ты уже приготовил. Нечего предложить тебе, но, возможно, благодарные жители порт Ласта наградят тебя. Что-то касается поручения. По ночам я защищаю этот город от нежити. Что-то не заметил я этого. Но это не даёт мне возможность перейти в наступление. Если найдёшь то место, откуда они приходят, то окажешь мне большую услугу. Обнаружение. Похоже, ты устал. Уверен, что сможешь и дальше бороться с нежностью в одиночку. Возможно, будет проще, если ты присоединишься к моему отряду. Мне кажется, что я немного переутомился. Если мы сможем помочь друг другу действовать сообща, то с моей стороны было бы глупо возражать под фото. Помощь мне не помешает. Прости, набор, если у тебя слишком много спутников. Я останусь здесь до сих пор, пока для меня не найдётся места в твоём отряде. Да, в Африке горы вот такой вышины. Так. А давайте-ка мы его сейчас возьмём. Так, кого сливаем? Чирку? Угу. Чирку. Септимунда нет. Так что чир сливается. Да, давайте чир. Пока. Жалко. И у нас новичок, да? Септимут. Проводник смерти. Проводник. Проводник, блин. Нет, ты идёшь со мной. И хрен я от тебя отстану. Ага. Дневник. Вы убедили проводника смерти Септимунда на время присоединиться к вашему отряду с тем, чтобы уничтожить нежность, которым пойдёт на порт Ласт. Он останется в вашем отряде до сих пор, пока они не угрожают порту. Да? Не навсегда? И что ж ты у нас умеешь, Септимунд? И какой ты вообще уровень? Что ты вообще такой, чувак? Священник. А, священник. 14-12. Мудрость. Ага. Так. Держи. Распознали. Клинок Септимунда. На тяжёл клинок, выкованный молодым мрачным Стражем Септимун, нанесены руны бога Келем Вора. Ого. Удвойный диапазон. Легкий щит. А колдовать ты умеешь? Да, и довольно эффективный. Эй, твою в корень, ничего себе. У него и уровень такой. Уничтожение, великое восстановление, изгнание, контролирует мирство, погибель, извлечение, истинное зрение. Вах. Уровень 7. Вековосстановление полностью излечивает существо, понятно. Мне нравится этот чувак. Правда, он щит, я не уверен. Ладно, пусть у него будет аптечка. Так, а навыки? Нет, я подумал, не то. Умение. Знание, изготовление. Лечение 21. Опа. Здравствуй, жопа, Новый год. Излечение, да? Так. Так. Он тоже лекарь, да? 21. А у тебя что там с излечением? Лечение 22. Хе-хе, она чуть получше, да? Так. Так. Сейчас тогда мы сгоняем в Neverwinter. Угу. Ну, во-первых, надо на всех наделать плащи. Это раз. Не-не. Ну так. А, кстати, к Волу надо зайти, точно. Сейчас тогда сгоняем. А, не в Neverwinter. В крепостном перекрестке. Блин, как не хватает камня телепортации, а? Черт побери, ну серьезно. Окей, everybody fall in. I'll show you the way. Гатал... Чего? Это что за ху? Ху-ху. Что за Гаталдариум, блин, еще? Минку, боюсь, мы ушли слишком далеко. А-а-а... Вон оно, че. Если... А-а-а... в африке гора вот такой вышины печально то есть я не могу его сейчас давайте уничтожим между тогда я хотел прокачать сводить а он не уходит ладно не вопрос чувак ты там же он стоит ладно окей вообще любопытно то есть он но наверное когда мы уничтожим нежить он пойдет с нами скорее всего да тогда мы и улучшим тут всех кольц всем по нам покупаем и так далее ладно окей так правильное решение ведь он испугался на дима так фигня загорелся он типа делает вид что все фигня коттал дриумы эта тропинка привелся на старое заброшенное кладбище модели зашли травой стоит какая-то странная тишина на кладбище удивительно обычно там рок-концерты дают здесь пишет тишина так то местечко шумная оживлен по ночам особенно порт ласт армия мертвых скелет так ну давай дневник если странное кладбище к востоку от порт ласта вот здесь прописан запахом смерти и гниение возможно то есть то самое место откуда между снимается в порт ласт в принципе можно было бы сходить отдельно и набрать для него всяких плюшек для этого септимун да кстати давайте к моему сделаем кое-что кое-что еще дистанция следования все отлично ну тогда руки у рот мясо вы ни хрена ся тут сколько лесца то понабежала ой это вонючие окна розничку до так тут ничего нет но куда ты блин арчара стой нам то оставь немного зараза блин все веселье из девчонки не выдержали какого делала горит он там один развлекается так это тоже сказала где-то нахрен со своим сбором рук от монах вежливый стоит рядышком не уходит да вот только толку с этих упырей слабенькие не совсем так карту на открыть нам вообще куда не я кто такая не я не дать я уйду чуть не доверяю тетенькам которые на упыренных кладбищах знаете вот так вот за здорово живешь тусуются ну-ка ну и гасит и метка дать сначала все кладбище зачистим а то не мешаться бы постоянно час дельный камень заодно и болтаем тут все сломать можно разваливает у всех нафиг так еще одна черепушка так и кроме ней никого нету на какое любопытное место очень плохо опыт с них не не падает от слова совсем слишком они слабы так давайте-ка мы сохранимся что-то как там не доверяю я тетенькам которые вот так вот за здорово живешь бы таких кладбищах тусуются уже скажет спасибо за спасение прекрасный воин и как отдастся мне прям при всех этот фолиант в кожаном переплете укажен украшен множеством мелких костей животных книг посвящена многим ритуалам некромантии три раз делал отмечены закладками для дальнейшего использования первым описывается подготовка сосуд для создания некой филактерии похоже что филактерии нужно для того чтобы вечно хранить ней душу если привести определенный ритуал с использованием филактерии то можно обмануть смерть и жить вечно знакомое во втором разделе подробно описывается ритуал который упомянут в первом разделе ритуал выглядит очень сложным и запутанным автор фолианта особо подчеркивает что проводить церемонию должны только самые искусственные волшебники удивительно в третьем разделе говорится о том как освободить душу заключенной филактерии сожжешь филактерию то есть естественно по этой вещи будет основной душа будет вечный покой по моему что-то подобное в этом было как его в маске предателя платный доспех обыкновенный кстати черепушка хренового гора поднимется ложной жизнью нужно создать нежить кольцо защиты книги рецептов так плачь сопротивляемости плюс 3 вот главная песка телеска плюс 6 наручной защиты высшей сопротивляемости звуку блин шикарно ну не колись септимунт это в самом деле ты или события последних не окончательно лишили меня разума глаза не обманывают тебя не чего не могу сказать от твоим рассудки зачем ты здесь зачем выманиваешь оживших мертвецов не мешай за тем что за мной ухаживал другой увы эти дни остались лишь в моей памяти теперь это только повлекшие мечты продолжать сейчас все что у меня осталось это кошмар полный смертей ненависти но это жертва на которой готова пойти ради блага своего дома твоя жертва благородная дитя так секундочку здесь происходит что более серьезное твое слово похоже на правду но я чувствую есть что то еще я ты прав почему ты никогда не отвечал на мои письма септимунт не это всегда была через чур увлечена своими привязанностями и я не последний из них мне не нужна любовь я хочу лишь проповедовать слово килимбора я сделала все чтобы добиться твоего расположения все даже отказалась от ожерелья который ты подарил мне за выполнение твоей воли то есть воли килимбор пожалуйста скажи что тоже меня любишь септимунт скажи что мы можем быть вместе навеки скажи что ты любишь и мы сможем убраться отсюда к чертовой бабушки добрый священник любишь ты женщину или нет дело твоей их анализ солонил звучит как и пошло наше нахер и преданность тебе следует ценить пожалуйста не будь с ней груб пошла на нахрен блин фанатка чертова судя по всему это очень важен для нее септимунт многие люди считают при этом сечение всей жизни нихрена так бла-бла-бла ты передала меня все что что я верю как я могу после этого любить тебя дипломатии не на кону стоит жизнь неважно почему ты начала все это должна прекратить ненавижу любовная тема ничего там не понимаю блин и чё с ней делать я понятия не имею блин так ну бабы все на том что мужики на том чтобы скажи что любишь и валим отсюда бабы за то что нельзя так одна из ушастая бабушка у нас вообще так давайте ломать его попробуем не на кону стоит жизнь неважно чего-то все это должна прекратить мучительная неверенность явно поступает на цене она тяжело вздыхает и плечо опускается глаз включается в шепот да это должно прекратиться независимо от того как началось и почему никогда не смогла заходить так далеко что же я наделала лавка инструктор пассачи суровое испытание поражайся домой и отдохни бедняжка септим клавиатурка на плечении для утешения другой рукой сажим лавка и полага ах этого лет великолепно око раздался стороне на убитом их грамот и не приколит подкип cut 후 с конца спорт ластсятся покидает кладбище а я не могу в querage от грабили стоит миллиардер 200 золотых выцегнул это сумасшедший я не 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 стоп-стоп подождите сейчас сейчас так может ее можно на наш сторону как-то перетащить очень интересно ты не некромант так так книга сбой изучаем это мы читали так книги рецептов она вишни агрессивно подавать 22 возьму и все эти пожарные глаза не обманывают продолжать серьезная продолжать до ученик любишь ты женщины нет дел твое да попробуем вот это слабо пропсона одежда глазах не умоляющий смотрит на септимун да а то есть не молчат не мой долг перед моей верой моим богом я не могу простить тебя их предательство но не хочу принести вред пожалуйста где-то безумие наш была дружба хватит с меня смех по нужным прикатит везуме да попробуем первое септимун прости меня в плане любовь и так ну то есть мы играть так подождите мне вообще интересно может есть как это тесно чё бы чир тут сделала видите мы хорошие как бы поэтому нас все идет именно то что если ко мне так прости воскресил то чтобы освободить свой дом наш дом ты понимаешь это ты сделаешь это чтобы освободить нет а то молчание свет мне сильнее чем я правильно я взродила чтобы обрасти власть я задела мертвых умений чтобы уничтожить лусканских любителей легкой наживы заполнишь портаст источник набегов ага покончить тоже не удалось похоже тебе понадобится больше нежды если хочешь насекаясь за их лусканцев ведь лишь никто с кем восставший мертвых одно место почву на что достичь их гораздо больше чем выводить золоте дна парадо джей на этом кладбище особенно сильный дух он протексте всех мертвых катал дрюма гаттала дрюма знания в порту ластов не может ли это быть лорд адрюм шестой да по крайней мере так думаю твое знание история впечатляет но последним знатным лордом в порту ласта в порту хласт это было до того как ордорков заполонили этот регион убивая тысячи выжившие отправляясь в соседнее поселение называвшие эйгер стор теперь она более известна под именем новорвинтер как я могу заставить этого призрака помочь каталадриум фамильное кладбище рода адрюм если ты сумеешь убедить лорда адрюма что порт ласт в опасности возможно придет свой мертвый рот на его защиту с этим призраком он не уловимый несколько нестабильнее я видел его призрак только глубокой ночью и только на короткое мгновение возможно тебе удастся достичь успеха там где не удалось мне так но это мы освобождаем от лусканцев да так момент ужасно каталадриум только по ночам так вот это не то вот под мой нет подожди а где родника смерти порт властного правления с лусканским понятие разбаваться чтобы с одной хотя бы с одной из этих так неподалеку от города бродер не с тех что не даст она моря с грима берли устраивать жуткие бури чтобы установить а а вот новое правление торговлю спорт ласт и не противополит с духом и по имени лорд адрюм 6 чтобы только по ночам а а где он а сейчас чего так не просил испугались духом по имени лорд адрюм 4 который 4 с только по ночам а где он о наверно то дайте попробуем хашки приятель вы не должны здесь находиться это место для мертвых вас когда-то зале лорд адрюм вы это помните я уже целый век не слышал о твоей имени да именно так мне когда-то звали жителям порт ласт нужна ваша помощь лорд адрюм дело моей жизни не сделано моим долгом был защищать народ последнего порта и не справился с этим как это так когда пришли орда орков я приказал ставить город и не мог рисковать все жители последнего порта могли погибнуть это решение кажется разумным орда орков был обесчисленный даже мысли о победе казаться глупыми я отвел свою семью безопасное место в то время как мой капитан организовал эвакуацию город осадили гораздо раньше чем мы ожидали и многие лишили жизни когда я вернулся в последний порт чтобы помощь эвакуации город был в огне кто-то избежал резни но многим это не удалось родственники погибших в ярости не лишили меня семьи и жизни ваши собственные люди напали на вас я помню ненависть крики насмешки трюсливый рот лорд последнего прозвали они меня они ослаждались моими мучениями изливали ярость ярость воистину отчаявшись я был воплощением их страха воплощение которое не могли уничтожить лишь пытался спасти свою семью также как и они но в конце концов их ненависть и страх свели их с ума тот рот лорд рот адрюм прерывался можете спасти свою душу адрюм порт ласт вновь осажден нет и не буду в этом участвовать я вернусь порт ласта буду защищать город ага интересно кто был врагом ты узнаешь их по гербу большой боевой корабль с пурпурными парусами тогда уничтожил врагов своего прекрасного города как должен был сделать уже давно вау рот адрюм всегда защищал последний порт так будет снова я приду свой искал наш последний бой вау мертвые гаталады мы восстали из своих могилов довольно небольшой армии армию сейчас движется на порт ласт намереваюсь уничтожить ускорки захватчиков вы должны вернуться в порт ласта помочь уничтожить лусканцев которые взял бы закончена освободите хайрамос хайрамос сообщите о том что произошло подожди они где я так понимаю не щас к нам присоединиться до и залу пойдемте неожиданно так так может так давно его нахрен этого септимума так не взять чир сейчас не могу да ладно сейчас попробуем надо так подождите давно уже причем так давай сейчас перекур и продолжим